Привет, это Elementate, меня зовут Айдая Ельгибаева. Сегодня мы поговорим о решении суда, которое постановило прекратить деятельность Садыка как СМИ. Почему это произошло? Мы поговорим об этом с юристом Нурбеком Садыковым. Здравствуйте, Нурбек. Здравствуйте, Айдая, здрасте. Расскажите, пожалуйста, о вчерашнем заседании суда, какое решение было принято и почему суд вообще пришел к этому. Вчера, 27 апреля, получается, Ленинский районный суд города Бишкек вынес решение удовлетворить исковое заявление Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики к учреждению АзадтопМедиа о прекращении деятельности учреждения АзадтопМедиа как средства массовой информации. Мы вчера оглашена только результивная часть, мотивировочную всю часть мы должны получить в течение пяти дней. Поэтому основания по доводу, по которым суд вынес такое решение, нам пока неизвестно. Поэтому мы знаем доводы искового заявления, мы по сути судебного процесса участвовали. Мы считаем, конечно, что это судебный акт, незаконный, необоснованный, и мы обязательно обжаруем его высшестоящую инстанцию. Как это вообще должно работать, что запрещена деятельность как СМИ? Азадтоп теперь не может публиковать новости на сайте? Очень получилась непонятная ситуация. Свидетельство средства массовой информации получено на радио, на радио АзадтопМедиа. При этом на радио эта информация от 16-го, от 17-го сентября, она не была опубликована на радио, то есть она была опубликована на сайте. Поэтому здесь, даже не на сайте, на ютубе, здесь вот почему именно как средство массовой информации, то есть здесь очень такой непонятный момент, но тем не менее сайт на сегодняшний день может иметь любое юридическое лицо, распространять информацию в дальнейшем у нас тоже может любое юридическое и физическое лицо, поэтому на сегодня каких-то юридических предпосылок для того, чтобы закрыть деятельность по распространению информации, на сегодня такого решения суда нет. Просто признано свидетельство о регистрации СМИ, вот как СМИ сегодня поставлен вопрос именно в Ленинском районе. То есть технически они могут запретить только работу радио, потому что это радиозатык, а сайт может работать, все соцсети и информацию, материалы, которые они могут делать, могут работать, потому что, ну извините, если это не СМИ, тогда это блогеры, и как вы это остановите? То есть, получается, можно работать так? Надо отличать свидетельство о регистрации в качестве средства массовой информации от свидетельства о регистрации как юридического лица. На сегодня у нас вот два документа, он является юридическим лицом, и еще плюс имеет свидетельство о регистрации в качестве средства массовой информации. А предметом судебного разбирательства было именно прекращение деятельности как средства массовой информации, и вопрос стоял только о свидетельстве о регистрации как средства массовой информации. Но деятельность как юридического лица, она не стояла в этом судебном разбирательстве, поэтому мы считаем, что вопрос здесь касается только радио на настоящий момент. Честно говоря, я никогда даже не думала, что вообще в компетенции кого бы то ни было лишать СМИ звания СМИ, забирать у издания право на регистрацию как средство массовой информации. На самом деле эта норма должна быть, разные случаи могут быть, разные обстоятельства могут быть, не просто применительно к Азаттыку, применительно именно к независимой редакции, именно к этому обстоятельству. Конечно, это выглядит как нонсенс, но бывают, могут быть случаи и в будущем, как бы, где могут быть действительно распространены информация с содержанием таких призывов, пропаганды какой-то, ненавистинического характера, да. И закон позволяет в таких случаях прекращать деятельность как юридического лица, так и средства массовой информации. Это в законе о средствах массовой информации есть такая норма, но мы считаем, что она не должна была быть применена в отношении учреждения Азаттык Медиа. Здесь она, конечно, не обоснована. Тут стоит, наверное, зрителям объяснить, что было два дела. В одном из ЦОМ был Азаттык, в другом был Минкульт. Вот там, где отвечать должен был Минкульт, Минкульт признал, что претензии у него оказываются не к Азаттыку, а к настоящему времени. Это международная медиа, у которого есть редакции во всех странах Центральной Азии. И согласно международному медиа, это издание обязано предоставлять точки зрения всех сторон, которые в этом вопросе показываются. Поэтому там была журналистка из Кыргызстана, который рассказывал точку зрения Кыргызстана, и журналистка из Таджикистана, который рассказывал свою точку зрения. И на административном суде, получается, Минкульт признал, что у них претензии к настоящему времени. И даже в жалобе фигурировало название материала к настоящему времени, а не Азаттыка. Но почему-то за репост, получается, началось преследование кыргызского издания радио Азаттык. Мы, конечно, административный ответчик, да, то есть Министерство культуры должно было в этом процессе, о котором вы говорите, когда Азаттык подавал на Министерство культуры. Министерство культуры должно было пояснить, почему же за распространенной на Ютубе именно информация настоящего времени за это отвечает Азаттык, местная редакция. Ну, здесь еще такой момент, что надо понимать, настоящее время и Азаттык – это продукт одной организации, поэтому, но юридически вот эти две структуры, они не связаны, да, юридически. Но поэтому здесь очень такой сложный момент, но дело даже не в том, что кто должен ответить, да, а вообще за это стоит ли отвечать, да, вот когда, конечно, таджикский журналист будет говорить позицию таджикских властей, карлысский журналист будет всегда говорить о позиции официальных наших властей. Поэтому здесь надо было понимать вообще ретторику, да, и что можно было бы, что можно было бы здесь, как бы этот, от чего мы ожидали от этого, да. Поэтому здесь, конечно, они и кыргызская сторона, и таджикская сторона, они указывали на официальные позиции своих правоохранительных органов. И мы же тоже и должны понимать, что они говорят, да, то есть и они, их местное население тоже должно понимать, что мы говорим и что говорят наши официальные государственные органы. Поэтому с двух сторон были предоставлены вот официальные информации, и может ли это считаться пропагандой войны, да, или разжиганием межнациональной розни, это, конечно, большой-большой вопрос. Это не может быть, это совсем другие признаки имеет, да, и, несмотря на это, сегодня суд вынес решение, хотя в исковом заявлении было указано только на то основание, что здесь нарушена статья 23 закона о средствах массовой информации, если я не ошибаюсь, пункт В, там распространение пропаганды войны, ненависти, межнациональной розни, жестокости, насилия над другими народами. Но это, конечно, не подпадает под эти признаки, их действия, да, поскольку даже уголовного дела нет в отношении журналистов, да. Это надо доказывать. Это все равно, что, к примеру, обвинять меня в мошенничестве, да, в гражданском суде, но не имея приговора о том, что ты мошенник, да, что ты занимался мошенничеством, да. Поэтому это мы считаем, что суд неправильно пришел к вопросу о прекращении деятельности. На позавчерашнем суде экспертесса, которая представляла интересы Минкульта, поправьте меня, если я неправильно ее поняла, она, по сути, сказала, что у нее нет компетенции оценивать, есть ли там пропаганда, есть ли там что-то такое, за что можно преследовать азотик. И, тем не менее, ее мнение приняли к сведению. Плюс, насколько я понимаю, она заявила, что, вот это я цитирую, вчера мы обсуждали на суде с сотрудниками, азотиков в том числе, что информация о том, информация о кыргызской журналистке настоящего времени, о том, что таджевские военнослужащие, или вот люди, которые вторглись на территорию Кыргызстана, поставили флаг на территорию Кыргызстана, по мнению этой экспертки, это информация, которая может провоцировать конфликту. Соответственно, такую информацию публиковать нельзя. Правильно ли я ее поняла? И если я поняла ее правильно, значит ли это, что наши власти, или Минкульт, хотят, чтобы мы вообще не освещали конфликты на границе, столкновения и вторжения на нашу территорию? Просто молчали, потому что, вот, нам, видимо, нельзя теперь это освещать. Вопрос об экспертизе, об экспертной деятельности, он регулируется законом об экспертной деятельности. И есть специальное постановление правительства, которое регулирует, там, инструкция, утвержденная постановлением правительства, которая регулирует вопросы экспертизы. Оба этих документа грубо нарушены. Я вам так скажу. Во-первых, мы были против экспертизы с самого начала. По одному основанию, да, причина, это были неправильно поставлены вопросы. Вопросы суд ставит, имеются ли лингвистические признаки пропаганды войны, или имеются ли лингвистические признаки возбуждения вражды. Смотрите, это правовые вопросы, это правовые вопросы, которые действительно не входят в компетенцию экспертизы. Имеется ли там пропаганда войны, или имеется ли возбуждение вражды. Это в рамках уголовного судопроизводства, досудебного производства, оно должно быть доказываться в рамках другого вопроса, другого дела, да. И такие вопросы не могут быть поставлены перед экспертом. Это правильно. Но когда эксперт получает такие неправильные вопросы, несмотря на это обстоятельство, судья все равно назначил по этим двум вопросам экспертизу. Но когда получает такую экспертизу в соответствии с постановлением правительства, там экспертная служба должна была возвратить документы о назначении экспертизы. То есть все дело должно было быть возвращено, потому что там поставлены неправильные вопросы. Но что делает наш эксперт? Она выходит за пределы этих вопросов поставленных и на свой лад даже не ставит другие вопросы и, пользуясь экспертной инициативой, просто делает совсем другие выводы, о которых вы сказали, что это провокационные, дискредитирующие, непонятно при этом к чему провоцируют и что дискредитируют. То есть вот два элемента. Выходит за пределы. Действительно, согласно закону об экспертной деятельности, эксперт может выходить за рамки вопросов и использовать свою экспертную инициативу. Но она должна об этом написать в своем заключении, в своей экспертизе, как она понимает эти поставленные вопросы, как она ставит эти вопросы, почему она пришла к этим именно ответам. То есть вот этого в нарушении статьи 21 закона об экспертной деятельности не было. И поэтому мы считаем, что оно не должно быть заложено в основу решения суда. Но пока у нас мотивировочной части всего решения суда нет, мы пока не знаем, но тем не менее, вот это единственный документ, на который ссылаются стороны, именно ссылаются Министерство культуры и информации. Поэтому это недопустимые доказательства и они не должны быть заложены в основу решения суда. Потому что, согласно ее экспертному мнению, получается, что это живет прецедент. В будущем могут против любого СМИ возбудить уголовное дело за просто цитирование телеграм-канала Кыргызской погранслужбы, потому что все, о чем рассказывала кыргызская журналистка в эфире настоящего времени, это все, что рассказывала погранслужба, это официальная информация. То есть мы будем цитировать наше государство, а потом наше государство будет нас судить за это. Под сомнение в экспертизе, якобы провоцирование, вопросы автора программы, ведущего программы, о том, что почему же водружается флаг на территорию Кыргызской республики, эксперту. И вы правильно отметили, вот этот заданный вопрос был поставлен почему-то под сомнение нашим экспертам и указывает, что автор этого вопроса, ведущий, ищет виноватых в этом конфликте. И что может провоцировать и дискредитировать. Хотя, почему мы все должны задаваться этим вопросом, почему же на школу, которая является нашей, это Кыргызская школа, и водружается флаг другой страны. Это же на эти вопросы не может быть наложено табу, и мы должны это обсуждать, она должна объявлять причины, что это такое, да, и это не может быть ни в коем случае пониматься, как дискредитация, что получается мы сами себя дискредитируем, да. Хотелось бы с вами обсудить еще один вопрос сомнительного характера, да. Вчера представитель Минкульта защищал и экспертессы говорят, что она вполне компетентна, утверждал, что тот факт, что в административном суде они сказали, что да, у нас оказывается претензии к настоящему времени, а не к Азатыку, но тем не менее не отозвали свою жалобу и требование прекратить деятельность Азатыка как СМИ. Тоже защищал с точки зрения Минкульта и также говорил, что Минкульт все делал законно, но первичная информация подавалась так, что Минкульт использует закон о борьбе с фейками в отношении Азатыка. И согласно этому закону кто-то должен пожаловаться Минкульту на порчу своей репутации, чтобы те рассмотрели конкретный материал. Но по факту Минкульт сам подал жалобу себе, получается, чтобы рассмотреть, может ли Азатык быть СМИ. можете чуть подробнее сказать об этом, к чему они апеллировали и как это вдруг превратилось в пропаганду войны? С самого начала обращается Министерство иностранного дела, Министерство культуры, информации, радио, Азатык, работает в нарушении стандартов журналистики, что отдельные журналисты не освещают события на приграничной территории и не объективно, что отдельные должностные лица Министерства иностранных дел даже хотели дать интервью по этим вопросам таджикская служба отказывалась давать площадку на радио свободы именно таджикской редакции. Но при этом в этом письме Министерство иностранных дел указывает, что в отличие от таджикской службы радио крыгская сторона более объективно распространяет информацию по приграничным вопросам. То есть жалобы на радиоазотых, на местные здания не было. Оно является отдельным юридическим лицом, отдельной редакцией и не зависит от радио таджикской службы. но несмотря на это направляется письмо в адрес учреждения азотых медиа, что необходимо освещать события объективно, беспрессрастно, без какой-либо связки на какую-либо публикацию. На следующий день уже или через день направляется еще одно письмо с просьбой удалить вот именно вот эту публикацию 17 сентября, если я не ошибаюсь. Репост настоящего времени. Да, 2022 года. Вы правильно говорите, что согласно закону защите от недостоверной ложной информации, согласно порядка обжалования в рамках этого закона о защите от недостоверной ложной информации от 8 апреля 2022 года, там нужен заявитель. Почему заявитель нужен? Потому что закон о защите от недостоверной ложной информации регулирует вопросы только распространения недостоверной ложной информации, запятая порочащей чести, достоинства и деловой репутации другого лица. Но это не просто фейковая информация, а фейковая информация, которая порочит честь и достоинство другого лица. И поэтому там статья третья закона невостоверной ложной информации, там порядок обжалований по этому закону, он регламентирует строго наличие заявителя, то есть, так скажем, потерпевшего лица. но такого лица нет, но тем не менее Министерство культуры взяло и использовало именно нормы закона о защите недостоверной ложной информации. Мы этот вопрос обсуждали при рассмотрении административной жалобы, мы рассматривали при в рамках административного суда, и когда мы спрашивали, Министерство культуры информации указывало, что на это у них есть право проводить мониторинг, а мы спрашиваем, а в рамках мониторинга вы имеете право приостанавливать сайты? Ну, они говорят, что таких документов у них нет, и вот при таких обстоятельствах, конечно, вынесена такая норма, да, я вам хочу сказать, что основной конституционный принцип, к сожалению, последняя редакция Конституции, он формально не прописан, но всегда в любом государстве он существует, это принцип того, что должностные лица, государственные органы могут действовать, осуществлять только те действия, которые предусмотрены в Конституции и законах, в отличие от граждан, да, то есть которые могут делать все, что не запрещено законом, да, в этом и отличие государственных структур от граждан, да, то есть они, мы разрешаем им государство только вот через парламент, через другие нормы, да, то есть делать то, что предусмотрено только закон, и в рамках, к примеру, даже мониторинга у них не предусмотрено приостановление сайта, а приостановлении сайта предусмотрено только при наличии заявителя, заявителя нет, и у нас вот здесь тоже вот такое решение вынесено, административный суд тоже вынес решение не в пользу учреждения Азаптык, оно обжаловано, Пешкейский городской суд, и 11 мая, если память не изменяет, будет рассмотрение апелляционной жалобы учреждения Азаптык. Получается, в будущем нас ждут еще две апелляции, это касательно прекращения деятельности СМИ и касательно иска к Минкульту. Вокруг Азаптык очень много судебных разбирательств сейчас, там еще и учреждение Азаптык Медиа обжаловало действия Государственной службы финансовой разведки по включению учреждения Азаптык Медиа в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения о легализации отмывания преступных доходов, возбуждено уголовное дело, ведется уголовное дело Министерства внутренних дел по статье 202 Уголовного кодекса отмывания преступных доходов, хотя никого не пригласили, но в рамках этого дела наложили аресты на расчетные счета. в рамках этого дела тоже оспариваются отдельные действия бездействия следователя с переменными успехами, поэтому очень много сейчас вокруг Азаптыка это и гражданские дела, и уголовные, и административные дела, поэтому сейчас это только не одно только судебное разбирательство, все еще идут судебные разбирательства. Можно сказать, что все возможные силы были приложены, чтобы СМИ прекратило работать? Одномоментно, да, одномоментно, с разных сторон у нас есть Азаптык сегодня имеет проблемы в своих деятельности. Спасибо большое, Нурбек. Спасибо.